Недавно я оформила достаточно большой заказ в Colourpop, потому что очень много новинок у них появляется на сайте. И одна из самых ожидаемых новинок, это, конечно же, продукция для лица. Они недавно выпустили тональную основу и пудры из линейки No Filter. У меня здесь тональная основа и рассыпчатая пудра. Именно на них мы с вами сосредоточим сегодня внимание. Посмотрим, стоят они вашего внимания и ваших денег, главным образом. Или же все-таки это такие релизы, которые стоят обойти стороной. Помимо этого я купила помаду из линейки Lacks, обновила карандаш Brow Boss, который я просто обожаю. И также поговорим с вами сегодня о новой палетке, которая называется Make Up Your Mind. Все эти продукты сейчас у меня на лице и я обязательно вам покажу их в действии, в нанесении, стойкость. Все с вами обсудим и мне уже не терпится приступить. Но если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать видео в будущем. Также возле кнопки подписаться нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео. Сделайте это обязательно, чтобы мы друг друга не потеряли. И давайте приступать. Пудру я, кстати, уже использовала. У меня она сейчас под глазами, но об этом я чуть попозже вам расскажу. Тональную основу будем сегодня вместе с вами тестировать. Будем какое-то первое впечатление не складывать. Как всегда, я сделаю этот издрайв на целый день. То есть вы посмотрите, как эта тональная основа выглядит и при дневном освещении, как она продержалась на протяжении дня. Очень разные мнения по поводу этой тональной основы в интернете. Потому что кто-то говорит, что это самое лучшее, что они встречали. Другие же говорят, что как-то сильно дорого, как для такого бренда. И я здесь могу частично согласиться. Потому что 12 баксов за Colourpop это все-таки достаточно высокий ценник. Причем, кстати, я ни от кого это не слышала. Но это очень интересный факт. Здесь даже не 30 мл. Здесь, по-моему, да, 25 мл. То есть они даже 5 мл не далили за эту стоимость. И, казалось бы, мелочь, но все равно как-то это не очень приятно. Потому что получается, что эта тональная основа имеет достаточно высокую цену даже среди масс-маркета. По своим характеристикам, естественно, Colourpop направлен на все модное, трендовое. То есть там по описанию, что эта тональная основа сделает идеальное лицо для селфи. Ну, грубо говоря, это такой современный подход для тех, кто много себя фотографирует, выкладывает где-то в соцсетях. И вообще, в принципе, Colourpop это бренд, который стал известен в первую очередь в соцсетях. Поэтому у них и маркетинговые стратегии соответствующие. Если еще немножко по фактам пройтись, это стеклянная бутылочка. Крышки здесь никакой нет, здесь просто помпа, которая закрывается. То есть если вы ее проворачиваете, в одну сторону она открывается, вы можете ее нажать. В другую сторону она закрывается, и, соответственно, нажать вы ее не можете. Оттенок я взяла себе Light 45. Растяжка оттенков у них очень широкая. Но, вы знаете, когда она настолько широкая, я считаю, что это уже даже становится минусом больше, чем плюсом. Потому что оттенки становятся настолько похожими между собой, что эта разница еле-еле уловима. И если бренд не утруждает себя тем, чтобы классно именно описать на сайте или как-то визуализировать, что из себя представляет каждый из оттенков, выбрать это становится очень сложно. Тем более, что Colourpop продается только в интернете. Нельзя зайти где-то в магазин его посвочить, там выбрать. Спонж у меня на готове, поэтому давайте наносить. Сейчас проверю в первую очередь консистенцию. Я думаю, она будет достаточно жидкая, но, в принципе, я была в этом права. Тональная основа, кстати, очень-очень желтая. Это я сразу вижу и сразу могу прокомментировать. Хотя у них есть подтоны. То есть у них есть розовый подтон, желтый подтон и есть нейтральный. И я выбрала себе нейтральный, но я бы не сказала, что он такой уж прям нейтральный. Как по мне, то это желтый цвет. По первым впечатлениям могу сразу сказать, что мне уже не нравится, как ложится эта тональная основа. Она не втушевывается в кожу, он лежит сверху. Видно ее, очень сильно видно. Она цепляется за все абсолютно. За какие-то более сухие участки, в морщины сразу начинают проваливаться. Хотя еще и пяти минут даже не прошло. Ладно, мы ее в любом случае закрепим. То есть, может быть, они не зря выпустили сразу несколько продуктов вместе. И, кстати, что крайне удивительно, заявлено, что эта тональная основа имеет натурально матовый финиш. Но я бы сказала, что она очень на мне сейчас сияет. То есть, в зависимости от того, как преломляется свет, вот прям я бы ее на грани сияющей бы назвала. Именно такой влажный финиш она имеет. По поводу пудры, я наоборот думала, что она мне не понравится. Потому что это обычная банальная пудра на основе талька. Но когда я впервые ей попользовалась, мне настолько понравилось, как она сглаживает текстуру. Хотя она и транспарантная, но она при этом, не знаю, как-то выравнивает зону под глазами. То есть, независимо от того, что там консилер. Ну вот я вам в любом случае кадры покажу. Я надеюсь, что камера это уловила. Вот до того, как я ее наношу, кожа такая, ну как бы обычная, да, скажем так, обычная, с нанесенным консилером. Когда я закрепляю, кожа становится гладкой, бархатной, ровной. И вот это одна из тех пудр, которые, когда наносишь под глаза, то прямо вот здесь вот такое впечатление, что у тебя шелк под глазами. Даже тени тушуются проще вот из-за того, что настолько гладкая скользящая поверхность. Но как себя эта пудра покажет с течением времени, пока непонятно. Потому что тальковые пудры не очень полезны для кожи. И со временем они могут забивать поры или сушить кожу. Но если сейчас говорить о декоративном эффекте, который эта пудра делает, то она делает потрясающий эффект. Она действительно классно закрепляет тональную основу. Делает кожу ровной, бархатной. С этой пудрой практически невозможно переборщить. Потому что даже если вы много набираете, она все равно как-то очень быстро плавится в коже. И переборщить с ней действительно очень сложно. Ну, у меня, по крайней мере, ни разу не получалось. Все равно она как-то действительно тает на коже и выглядит все равно красиво. По первым впечатлениям, знаете, ситуация такая, как с картинами Мане. Сдалека, когда смотришь, все красиво и понятно. Но когда с близка на себя смотришь, то какая-то жесть. Вот видно, что на тебе дешевая тональная основа. Вот по-другому как-то и не скажешь. Я ее на лице вижу, причем не в самом лучшем цвете, скажем так. Ладно, на этом я предлагаю сделать небольшой перерыв. Я сейчас закончу полностью макияж свой и вернусь к вам для подведения первых итогов. Макияж я закончила. И, в принципе, по мере нанесения продуктов на лицо, мое мнение не изменилось по поводу тональной основы. Мне не нравится. Я бы сказала, что она тянет на оценку где-то 3 с минусом по пятибалльной шкале. Я считаю, что за эти же деньги и гораздо меньше деньги можно купить что-то и получше. По похожим характеристикам я бы скорее больше рекомендовала от Maybelline тональную основу Super Stay. У меня тоже на нее есть обзор. Тест-драйв можете перейти вот по буковочке А и по ссылке, посмотреть там, как она выглядит на лице при дневном освещении, ее тест-драйв, сравнить с этой тональной основой, сделать свои выводы. Но мне кажется, что вот эта гораздо лучше, чем тональная основа от Colourpop. Если бы я сейчас выбирала среди самых бюджетных тональных основ, что использовать, я бы точно отдала предпочтение тональной основе от Artvisage. Это тональный крем устойчивый. Опять-таки, у меня есть обзор на этот тональный крем. Вы можете опять-таки под буковочкой А его посмотреть. Дест-драйв, стойкость, как она выглядит. Мне эта тональная основа нравится гораздо больше тем, что она очень натурально выглядит на лице. Нет эффекта маски, нет эффекта штукатурки. И я не люблю вообще макияж называть штукатуркой. Но вот с Colourpop у меня создается именно такое впечатление, что у меня лицо какое-то заштукатуренное. И раз уже об этом зашел разговор, то давайте как раз-таки сейчас я вам покажу, как вживую выглядит эта тональная основа на мне. Вот со временем, не знаю, вот спустя какое-то время она чуть-чуть больше как плавится на лице. То есть она немножко более красиво начинает выглядеть на лице. Ну буквально немножко. Но в целом мне не нравится то, как она выглядит. По поводу пудры у меня такие смешанные сейчас чувства. Я бы вам не советовала вот так вот в горячке бежать и оформлять заказ в интернет-магазине Colourpop. Я бы вам все-таки советовала подождать и посмотреть еще больше обзоров. Посмотреть, насколько часто блогеры пользуются этой пудрой. Понравилась она им в течение какого-то времени или нет. И хотя по первому впечатлению мне эта пудра нравится, я не знаю, насколько она мне понравится в течение какого-то времени. Если она начнет не забивать поры или сушить кожу, естественно, она отправится куда-то в долгий ящик. И я ей никогда больше пользоваться не буду. Я, конечно же, использовала карандаш Colourpop Brow Boss оттенок Dark Brown. У меня этот уже полностью закончился. Здесь просто вообще-вообще ничего нет, абсолютно ничего нет. И сама уже упаковка у меня видала лучшей жизни, скажем так. Поэтому очень вовремя мне пришел новый карандаш. И я сейчас вот его сразу открою и положу к себе поближе, чтобы им пользоваться. На губах у меня тоже помада, которая, к сожалению, сейчас, по-моему, снята с производства. Хотя она только недавно появилась. Оттенок у этой помады Carousel. Мне очень она понравилась. Хотя я слышала, что многие блогеры ее ругают, потому что она не настолько пигментированная, как другие помады из линейки Luxe. Когда наносишь, ее нужно вот так вот пару раз все-таки проводить по губам. Но оттенок мне очень нравится. Я считаю, это уникальный оттенок. Такой вообще очень трудно найти, потому что он гораздо более персиковый, нежели розовый. А в подавляющем большинстве помады, которые мне, по крайней мере, попадаются, это более розовый нюд, нежели персиковый. И напоследок вишенка на торте. Это палетка, которая называется Make Up Your Mind. Вот это изумительная просто палетка. Вот по-другому не скажешь. Это настолько потрясающе классная палетка. Конечно, если вы сейчас на нее вот так вот посмотрите, это не та палетка, которая универсальная. То есть это именно исключительно оттенки, каждый из которых нужно дополнять чем-то другим. То есть если у вас есть какие-то базовые нейтральные палетки, а я уверена, их у вас уже миллион, скорее всего, если вы смотрите бьюти-блогеров, то вот эта палетка, это то, что создаст какие-то спецэффекты. Я в последних макияжах практически всегда ее использовала. И я вам постараюсь повставлять кадры с использованием этих теней. Но каждый из этих оттенков, он просто потрясающий. Вот это серебро лучше, наверное, не существует вообще в целом мире. Ни одного оттенка серебряного, который бы мог переплюнуть вот этот. Очень мне нравится фиолетовый оттенок. Хотя фиолетовые оттенки трудно формулировать, и трудно, чтобы они выглядели красиво, но этот реально крутой. Все очень классные. Сегодня у меня на нижнем веке вот этот зеленый оттенок. И по закону подлости у меня сегодня чего-то очень сильно слезится вот этот глаз. Я уже раз 20 поправляла, наверное, сегодня макияж. Вот здесь вот во внешнем уголке глаз. Но почему-то сегодня слезятся глаза, и в особенности вот этот. Поэтому не обращайте внимания, что здесь может быть чуть-чуть полишивым этот оттенок выглядит. Он нормальный, он хорошо ложится. Я как раз только именно сегодня у меня почему-то начали слезиться глаза. Не знаю почему, но я вам обязательно свочи на эту палетку покажу. Уверена, что они вас покорят так же, как и покорили меня. Потрясающая палетка, которая дополнит любую такую банальную скучную палетку. И, кстати, эти оттенки, это, по-моему, те оттенки, за которые проголосовали в Инстаграм. То есть это самые любимые оттенки по версии Инстаграма или что-то такое. И, в принципе, как раз самое время, мне кажется, подвести итоги по стойкости. Я вам сейчас покажу, как эта тональная основа продержалась в течение дня. Здесь я хочу прерваться и показать, что происходит с этой тональной основой буквально через 4-5 часов. Моя кожа начинает сильно блестеть, текстура вообще выглядит хуже, чем без тона. И местами, как на подбородке, кожа пересушена и тон лежит словно хлопьями. Это отвратительный результат. Более того, помните, я говорила, что у меня почему-то слезится глаз. Судя по всему, это реакция на пудру. В конце дня нижнее веко во внешнем уголке глаза у меня было очень красное и опухшее. И потом этот участок я лечила около недели. Единственный новый продукт, который я использовала в этой зоне, это была пудра. Так как тени я использовала и раньше. Тут все индивидуально. И, конечно, это не гарантирует, что у вас будет то же самое. Но я больше не буду пользоваться этой пудрой. По большому счету, мне больше нечего добавить. Поэтому я на этом буду заканчивать это видео. Если оно было для вас полезным и вам понравилось, обязательно поставьте мне пальцы вверх. Также подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать вот здесь вот. И если у вас есть какое-то время, вы можете посмотреть другие мои видео. Я вам здесь один из обзоров на то, что я упоминала, оставлю обязательно. Поэтому посмотрите, если вы это видео еще не видели. А если видели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА